Чай, пожалуй, самый древний напиток. Его можно пить без добавок, а можно внести в это чудо питье самых разных ингредиентов. И сегодня попробуем это сделать. Один из самых распространенных видов чая в Китае, пуэр, принадлежит категории темных. Лучше, если вы будете заваривать его на открытом огне. Есть такая древняя техника варки чая на огне, на живом. Называется она метод варки чая полу-юю. Так как чай в древние времена не готовился в такой посуде, которая сейчас есть в современности. А все, что было у людей, у крестьян, это огонь, глина, собственно, сам чай и вода. Поэтому чай просто варили. В закипевшую воду сразу же отправляем листья чая. После чего огонь нужно выключить. Но обычным пуэром уже никого не удивишь. Пришло время подключить фантазию. Розы. Они сделают вкус пикантным. И апельсины. Они добавят нотку радости и поднимут настроение. Такой напиток будет отличным дополнением к новогоднему столу. Летом лучше готовить освежающие пунши. В основе зеленый японский чай сенча. Мы используем чайник для заваривания японского чая. В котором мы заварим чай способом пролива. Мы не будем давать настою долго взаимодействовать с чайным листом. Сделаем это очень быстро. То есть мы берем чай, отправляем его в чайник. Зальем чай кипятком и дадим настояться буквально несколько секунд. Получившийся настой нужно слить в другую посуду. Добавим в напиток лайм, мелису и для бодрости имбирь. Чайные мастера уверены, такой напиток, хоть он и горячий, будет прекрасно освежать. А кроме того, улучшат работу вашего мозга. Сейчас мы приготовим традиционный индийский напиток. Называется масала на основе китайского красного чая и индийских специй. Что мы делаем? Мы берем 1 третью часть воды и 2 третьи части молока. Сначала мы берем воду, в воду засыпаем чай, смесь 10 специй, смешанных в определенной пропорции. После того, как все специи растворились, добавим молока. Но следите, чтобы оно не убежало, постоянно помешивайте. Заметили первые признаки кипения? Смело выключайте. Кстати, чай бывает не только листовой. Например, из пуэра делают выжимку и получают чайную пасту. Пластина коричневого цвета просто заваривается кипятком и настаивается. Вкус получается очень приятный. От своих чайных собратьев паста отличается малым содержанием кофеина. Так что бодрящего эффекта не ждите. Такой напиток хорошо пить перед сном. Еще одной интересной разновидностью чая по форме является японская матча. В матче этот лист перемалывается вот в такой вот порошок. И когда мы его пьем, уже в разбавленном виде, то мы употребляем не только напиток, но и сам лист чайный, который богат всеми аминокислотами, витаминами. Это очень высокобелковый продукт. Поэтому, когда мы выпиваем чашечки матчи, мы чувствуем, как будто мы поели. Залив матчу кипятком, нужно взболтать массу венчиком и дать ей настояться. А затем насладиться вкусом необычного напитка. В принципе, вы можете сами придумать напиток на основе чая. Хотите добавить специи на свой вкус или, быть может, фруктов? Тогда дерзайте. Главное, чтобы вам понравилось. Юлия Шаркова, Сергей Мякишев. Тюменское время.